Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читаются два евангельских зачала от Матфея. За четверг, глава 15 стихи с 12 по 21 и рядовое чтение с 35 стиха 14 главы по 11 стих 15 главы. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Во время Оно, познавший Иисуса мужа и земли Генесаревский, послаши во всю страну ту и принесоши к нему вся болящая, и моляху Его до токма прикоснуться в скрилею Риза Его, и лице прикоснувшись о спасении Быша. Тогда приступиши-ка Иисусове, иже от Иерусалима книжницы и фарисеи, глаголюще. Почто ученицы твои приступают предания, старец, не умывают бы рук своих, егда хлеб едят. Он же отвечав речей им, почто и вы приступаете заповедь Божию за предания ваше. Бог был заповеда глаголя, чти отца и матерь, и иже сласловит отца или матерь смертью да умрет. Вы же глаголите, иже аще речет отцу или матери дар, им же аще от меня пользовался Иси. И да не паштит отца своего или матери своя, и разорисе заповедь Божию за предания ваше. Лицемерие, добре пророчество, о вас Исайя, глаголя, приближаются мне люди сии усты своими и устнами чтут мя. Сердце же их далече отстоит от меня. Суи же чтут мя, учащи учением заповедям человеческим. И призвав народы речей им, слышите и разумеете, не входящего уста сквернит человека, но исходящий из уст, то сквернит человека. Предлагаю прочитать этот текст в русском переводе. В то время, узнав Иисуса, жители Генесаретской земли послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим». Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И призвав народ, сказал им, «Слушайте и разумеете, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». После многочисленных знамений и исцелений, совершенных Господом в генесаретской земле, иерусалимские книжники и фарисии, возобновляя прежние осуждения учеников Спасителя, приступили ко Христу с вопросом, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Видя великую веру народа, книжники и фарисии старались уменьшить ее. И так как в самом христе они ничего не могли порицать, то стали обвинять учеников в нарушении человеческого предписания, так как не есть прежде омовения рук, повелевал не божественный закон, а народные старцы. Борис Ильич Гладков замечает, что книжники и фарисеи уверяли народ, что Моисею на горе Синай даны два закона, из которых один записан им, а другой устно передан народу. Потом преемственно передавался следующим поколениям и известен под названием «преданий старцев». Вот на эти-то предания книжники и фарисеи опирались всегда, когда им было выгодно нарушать закон, данный Богом через Моисея. По правилам фарисейского благочестия, перед принятием пищи и после него непременно нужно было мыть руки. Соблюдение этих правил считалось настолько важным, что нарушивший их подвергался Синандрионам наказанию, вплоть до отлучения. В ответ на обвинение фарисеев Господь задает вопрос, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Этими словами Спаситель прямо указывает на то, что фарисеи во имя своего предания нарушают заповедь у почитания родителей. Предание это гласило, «Если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою». Святитель Иоанн Златоуст поясняет, «Если кто из родителей говорил сыну, дай мне эту овцу, которую ты имеешь, или тельца, или иное что, то им отвечали, то, чем ты желаешь от меня пользоваться, я отдаю в дар Богу, и ты не можешь получить этого». Отсюда происходило двоякое зло. И Богу не приносили, и родителей под предлогом приношения Богу лишали дара. Таким образом, дети могли отказать в материальной поддержке родителям, объявив свое имущество посвященным Богу, продолжая при этом и дальше пользоваться своим имуществом, платя небольшой выкуп сокровищницу храма. Но за это они считали себя свободными от всяких общественных повинностей, даже от обязанности заботиться о своих родителях, отказывая им в самом необходимом для их жизни и пропитании. «Утверждая, что фарисеи создают только видимость почитания Бога, Господь относит к ним пророчества Исаии. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня». Обратившись затем ко всему народу, Господь добавляет в обличении фарисеев. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Однако совершенно неосновательно полагают сектанты и другие противники постов, будто эти слова Господа направлены против соблюдения постов, установленных в Святой Церкови. Постимся мы не потому, что боимся осквернить себя с коробной пищей, а ради того, чтобы было легче бороться с другими своими греховными страстями, чтобы побороть свою чувственность, приучить себя к пересечению воли через послушание к установлениям Святой Церкви. Мы же, дорогие братья и сестры, поучаемые Священным Писанием, будем стремиться к чистоте душевной. Ведь главное для нас – любовь к Богу и людям, а через это и послушание установлением Церкви. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, натяну повад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok